Привет, я Катя и это мое первое видео в новом 2022 году. Всех поздравляю вас с праздниками и надеюсь, что вы сам Новый год отметили именно так, как хотели. Но если что-то пошло не по плану, то я уверена, что в дальнейшем год вам принесет только счастье и удачу. Также хочу поблагодарить всех моих подписчиков, которые подписались в прошлом году и даже позапрошлом году. Всех вас обожаю. А если вы смотрите это видео и до сих пор не подписаны на мой канал, то я думаю, уже пора наконец это исправить. Ну и сегодня у нас с вами Шейн. Я начинаю год именно с магазина Шиин, который меня радует. В принципе, радовал весь 2021 год. Надеюсь, что в следующем году вещи сайта Шейн будут радовать меня своим качеством, своими фасонами и прочим. Итак, свои параметры я оставляю здесь. Конечно же, сегодня будет одежда на плюс сайз, но в принципе ассортимент большой на Шейн, так что все найдут все, что ему нужно. Итак, начинаем мы с кофты, которая сейчас на мне и которая, знаете, такая спорная. Да, и еще я хотела сказать один момент. Во-первых, все важные ссылочки будут в описании к этому видео. И во-вторых, заказ такой, знаете, спорный, сборный. Он приходил, наверное, на протяжении всего декабря. И, ну, кое-что такое разрозненное, кое-что уже уехало обратно в Китай. Ну, ладно, всякое бывает. Итак, что насчет этой кофточки? Кофта просто бомбическая, в плане, что она теплая, она очень приятная к телу, просто невероятно. И мне очень нравится ее расцветка. Мне кажется, мне такой оттенок идет. Она не очень длинная, не очень короткая. Рукава у нее потрясающая. На подстеме вы все увидите. Качество материала вам тоже подсниму. Но я не знаю, что с ней не так. Мне кажется, она меня расширяет. Хотя, конечно, с другой стороны, понятно, что расширяют нас не вещи. И далеко не вещи, но это уже другая история. В общем, кофта классная. Если вы ищете теплый такой свитерочек, прям такой приятный, мягкий, это то, что нужно. Ну, как он на меня сидит, на мои параметры, вы увидели. Все для себя сделали, все выводы. Итак, что у нас по составу этого свитера? Давайте с размера начнем. Я заказала я от свитеров размере 0XL, потому что он прям очень стильный такой оверсайз. И стоил он 1450 рублей без скидки. Я купила за 1274 рубля. Но за 1300, грубо говоря, мне кажется, очень даже достойный свитер. По составу. Это 100% акрил, но акрил очень классного качества. То есть он даже пахнет шерстью. Вы не поверьте, акрил пахнет шерстью. И это невероятный такой материал. Очень приятно, будто это натуральная ткань, но при этом она не колется. И начали мы с вами, конечно, с позитивчика. Но не все было позитивно в моих заказах на сайте Шейн в декабре. Пришли некоторые вещи, которые меня очень расстроили. В частности, была блуза белая. Сейчас вы видите фото модели и можете посмотреть, как эта блуза смотрится на ней. И вообще это, конечно, на стандартный размер блуза. Сразу скажу, это стандартная линейка Шейн. Стоила она 860 рублей без скидки. Я купила за 641 рубль. И отзывы были очень хорошие на эту блузу. И по размеру она мне в целом подошла. Но смотрелась она мне очень странно. И мне кажется, что на многих она будет странно смотреться именно из-за ткани. Ткань тоже я подсняла вам ближе. Плюс то, что в комплекте шла запасная пуговица. Если вдруг нужно будет заменить пуговку, то в комплекте была одна пуговица. Это очень хорошо, что все-таки производитель заботится о покупателях. Но минус в том, что ткань такая, знаете, ну как у меня бабушка выражается, жидкая. То есть она просвечивает, она такая тонкая. И она просто висит как тряпочка. Я на примерке даже не стала отпаривать эту ткань. Просто потому что я поняла, что эту вещь оставлять не буду. И получается, что ничего я к ней не хотела применять. Ну в плане ни стирку, ни отпариватель, ничего такого. Потому что я верну ее в Китай. И как правило, вещи должны возвращаться именно вот такими, какие они пришли. Как правило. То есть я померила ее, она мне не подошла. Я поняла, что я не хочу такую вещь в свой гардероб. И отправила обратно. Поэтому вы видите эту блузу на мне в таком неприглядном виде. Но факт есть факт. Вот вы посмотрели, собственно, состав ткани. Я вам это все показываю. Размер блузы я заказала XL. Это был максимальный размер в линейке. Села она неплохо по параметрам моим. Но вы, собственно, все сами видите. Сделали свои выводы. Она отправилась в Китай. И давайте уж следующее сразу вам покажу. Расскажу о вещи, которые тоже я не могу вам физически показать. Это брюки кожаные леггинсы. Я вообще мечтаю давно о брюках кожаных. Потому что, мне кажется, на зиму особенно это мега функционально. Это тепло. Это не марается ничего. Если вы что-то там замарали, просто там тряпочкой затерли и все. И комфортно. Комфортно из такого материала в брюках вообще существовать зимой, мне кажется. Я решила заказать брюки, которые оказались леггинсами по факту. И мало того, что они леггинсы, они очень тонкие. Они еще сильно мне как-то не очень. Ну, конечно же, это опять же параметры. Это опять особенности фигуры, естественно. И, конечно, если бы я была поменьше, то на мне бы эти леггинсы, как выяснилось, зашли бы на ура. На модели вы их видели. Я заказала размер 3XL. Стоили они изначально 750 рублей. Я купила за 559 рублей. На подсъеме вы должны увидеть состав материала, потому что я, к сожалению, не выписала его и не могу вам сейчас сказать. В них просто было некомфортно в плане того, что я в них некомфортно себя чувствовала. То есть, не по параметрам, по размеру на меня зашли. И, в принципе, было комфортно в них в плане ощущений, но некомфортно в плане того, как я смотрюсь. То есть, я смотрю в зеркало на себя и мне вообще не нравится ни разу. В общем, к сожалению, эти брючки тоже отправились от меня обратно в Шейн. И смотрите, что я заказала на сайте Шейн. Да, я думаю, многие поняли, что это. Это специальная приспособа, чтобы сделать себе укладку типа кудри без использования плойки. И она работает, да, действительно. Но мне кажется, она то ли материал у нее какой-то такой скользковатый, что у меня волосы постоянно выскальзывали. Из нее, особенно вот здесь у меня у лица очень короткие пряди, и они так и норовили вообще вылезти из общей кофны. Если кто не понимает, как этим пользоваться, то очень много на ютубе видео. То есть, вы просто вот так вот делаете ее, делите волосы пополам, начинаете накручивать. Сначала одну прядь, вот так вот вывели, потом взяли и захватили еще одну прядь. Так вот продели. Ну и, в общем, так по всей длине волос. Потом закрепляете вот этими резиночками, которые тоже шли в комплект. И так, собственно, с этим ходите. И здесь еще в комплекте есть крабик, который предназначен вообще для того, чтобы вот вы вот так вот когда делали вот эту штуку на голову, могли вот так крабиком закрепить, чтобы она у вас никуда не съезжала. Это в теории, на практике этот крабик мешает, и он нифига не держит. По крайней мере, мои тонкие, негустые волосы он совершенно не держит. В общем, вот эта вещь бесполезная в данном случае. Хотя, вообще, кабик, он, конечно, такой довольно плотный и качественный, я вам могу сказать. То есть, например, волосы собрать дома, если вам нужно, он подойдет. Так что ж, такой функционал есть своеобразный. Резинки, сами по себе, это, знаете, белевая резинка, даже не белевая, а какая-то тонкая там резиночка, которая вот такой тканью атласной, собственно, покрыта. Ну, тоже ничего такие, они довольно упругие, тоже можно использовать дома, например. Знаете, это вещь такая, ну, 50-50. С одной стороны, вроде как прикольно попробовать, потому что кудри-то у меня вроде как получились, только, скорее всего, они у меня уже развалились, потому что я держала на волосах эту штуку всего полтора часа. Если бы, конечно, побольше я с ней походила, то, я думаю, кудри были бы реально очень даже красивые, потому что, ну, вот есть намек, есть такой намек на такой, знаете, красивый завиток, аккуратный. Ну, как обычно, я в хаосе нахожусь, как и во всех своих роликах, но мне даже это нравится. Итак, эту приспособу я купила за 190 рублей, точнее, стоила она на сайте 190 рублей, а я ее купила за 142 рубля. Могу ли я вам ее посоветовать? Ну, в принципе, если хотите попробовать, то можете взять. Но вообще, такую прическу можно сделать и на любой платок, и на пояс, и на все, что угодно. Ну, ой, как-то так. Не знаю, буду я ли ей еще пользоваться. Вообще, в этом еще люди как-то спят, но я не представляю, как они это делают, потому что я просто даже особо не ходила, а просто сидела, монтировала видео с этой штукой на голове, у меня пряди топовы летали, а если с этим спать? Во-первых, это неудобно, во-вторых, я не знаю, как правильно закручивают люди пряди, что они у них не вылетают. А у меня есть еще одна спорная вещь, но, слава богу, вам я ее могу показать в этот раз. Это вот такие еще одни кожаные брюки, да, я заказала двое. Потому что, ну, потому что они разного, в общем-то, фасона, разного формата, и я решила заказать еще одни, и под которыми я, знаете, такими большими сомнениями. Сразу скажу, мне не нравится, как они смотрятся на мне, в плане они очень расширяют меня в бедрах, у меня бедра и так как бы не маленькие. А в них это как-то вообще все необъятно смотрится. А с другой стороны, я понимаю, что это такой, знаете, материал довольно комфортный. Качественные брюки пришли. Они, кстати, особо даже не скрипят, как это может быть. То есть, они, конечно, чередство могут, но они не скрипят. Я думаю, их, может быть, даже оставить, а может быть, все-таки их отправлю обратно, я пока не знаю. Эти брюки я купила, получается, за 1171 рубль, а стоили они изначально 1330 рублей. Я заказала данную модель в размере 2XL, и я хочу найти состав ткани, и почему-то не... Вот, да. Сто процентный полиуретан. Но они такие очень-очень теплые. Особенно, если под низ пододеть какие-нибудь колготки с начесом, я думаю, будет вообще невероятно тепло зимой. И вот именно для этих целей я вот думаю, может, мне стоит их оставить, потому что под пуховиком все равно особо бедер не видно. А с другой стороны, зачем мне такая вещь? Может быть, мне лучше что-то другое себе поискать. Они идут на резинке без молний. Здесь у них, знаете, такая резинка с высокой талией, собственно, они. И здесь такая есть рюшечка. Здесь есть два кармана по бокам. И на низу они абсолютно прямые, они слегка укорочены. На мой рост 1,67 метра, они мне вот чуть-чуть укорочены, прям чуть-чуть. Если вы мне повыше, то, конечно, они вам будут еще короче. А еще остатки былой роскоши, остатки нового года. Но ничего страшного, впереди еще есть Новый год. Я заказала себе гирлянду со звездочками. И так ее никуда не применила, потому что она мультицветная. Вообще, я заказывала ее маме, чтобы отправить. Но я думала, на подарок я сделаю такой, ну, небольшой мини-подарочек, потому что она хотела гирлянду. Она идет, насколько я помню, 5 метров, даже 6 метров она в длину идет, 6 метров, ребят, представляете? Вот эта гирлянда со звездочками. На подсъеме я вам ее покажу, как она светится, мыть огнями. Но пока эта гирлянда шла ко мне, она шла 2 недели, по-моему, да, в этот раз она как-то долговато шла. Ну, видимо, в связи с праздниками. В общем, за это время мама купила себе 2 гирлянды, которые ее полностью устраивают. Ну, ничего страшного, я ставила себе на всякий случай, пусть будет. Она на USB, если что, опять же, розеток обычных стандартных на шейн, по-моему, нет. И стоила такая гирлянда вообще, кстати, копейки, поэтому, собственно, возвращать ее я не стала. Без скидки 180 рублей я купила за 135 рублей. Ну, типа, за 135 рублей гирлянда не самого плохого качества, длиной 6 метров. Мне кажется, оно того стоит. В прошлом видео шейна, оно вышло еще в прошлом году, естественно, там я показывала новогоднюю пижаму, в которой я проходила весь декабрь практически, и которая невероятно удобная, комфортная. Я решила заказать себе еще одну пижаму, но на этот раз уже не новогоднюю, а, ну, такую простую на каждый день. Она такая нежно-розового цвета. Я помню, что на сайте было несколько вариаций цветов. Я выбрала вот такую нежненькую. Она состоит из брюк с завышенной талией на тоненькой резинке, и по одной штанине, а точнее по левой штанине, есть вот такая надпись. Что здесь вообще написано? Hello Weekend. Да, Hello Weekend. И внизу штанина вот с таким манжетом, который не на резинке, и который довольно, ну, неплохо-то заходит на ногу. Вторая штанина без рисунка, без всего, просто вот такие вот штаны, которые на мне сели довольно неплохо. И вверху этой пижамы в виде футболки. То есть, если прошлая моя пижама, она с длинным рукавом, то это футболка. Такая вот она, немножко укорочена чуть-чуть, ну, не сильно она так, чуть-чуть. Рукава свободная, сама она свободная. И здесь, опять же, такая же надпись Hello Weekend. Я заказала в размере 1XL, потому что она прям большомерит конкретно так. И на мне она села просто потрясающе. И так же, как и прошлый комплект домашней одежды, прошлая моя пижама, это синтетика. Состав 95% полиэстер и 5% эластан. В прошлом видео я говорила, что я люблю синтетику. Мне в ней комфортнее, чем в натуральной ткани, в большинстве своем. И в этом видео я тоже повторюсь, потому что, ну, реально как-то мне больше нравится такая ткань. Понятное дело, что если кто любит только натуральную ткань носить дома, то это очень хороший выбор. И, конечно, вот эта вот история не для вас. Но если вы, как и я, любите синтетику и ничего против нее не имеете, у вас нет никаких реакций на ткань, я имею в виду аллергических реакций, то отличные вещи, очень качественные, шовчики ровные, тактильно очень приятные, вообще просто никаких нареканий. И, получается, я заказала данный комплект за 947 рублей, меньше 1000, ребят, за домашний комплект. Мне кажется, вообще вот так. А изначальная цена без скидки 1270 рублей. Хорошо всем отдохнуть, всех люблю, еще раз всех с наступившим Новым Годом. До новых встреч на моем канале, пока-пока!